Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. На телеканале «Звезда» информационный обзор о наиболее ярких событиях в ведущей неделе расскажем прямо сейчас. В студии с вами Ирина Шибко и это «Новости недели». Здравствуйте. О работе промышленного сектора экономики на минувшую неделю говорили на самом высоком уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию важнейших организаций Министерства промышленности. О стабильности работы промпредприятий напрямую зависит стабильность экономики. Ведь сегодня это более четверти ВВП страны и сотни тысяч работников. Президент отметил, что год принес немало испытаний. Из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки. Практически прекратилось полноценное движение капитала и товаров, особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси. Тем не менее, как отметил Александр Лукашенко, по итогам семи месяцев почти все отрасли промышленности добавили в темпах роста. Снижаются запасы готовой продукции. Об эффективности работы в тот же день говорили и на Нафтане. В открытом акционерном обществе состоялось заседание наблюдательного совета. Возглавила его работу глава наблюдательного совета предприятия, председатель Совета Республики, Национального собрания Беларуси Наталья Качанова. На повестке дня шесть вопросов. Генеральный директор общества доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности на предприятии за первое полугодие 2020 года. Выполнение ключевых показателей эффективности работы и реализации бизнес-плана развития. Отмечено, что работать предприятию пришлось в непростых условиях. Налоговый маневр, трудности с поставкой нефти, поиски альтернативных источников. В итоге нефцу открытое акционерное общество поступало из России, Норвегии, Америки, Саудовской Аравии. Ключевое направление в работе – снижение затрат. Вместе с этим на предприятии работают над ростом эффективности производства. По обоим направлениям разработана программа действий, которая положительно повлияет на экономику предприятия в дальнейшем. Уже завтра – долгожданный момент для школьников и учителей. 1 сентября в Беларуси за парты сядет более 1 миллиона школьников, в том числе 114 тысяч первоклассников. Соблаговременно учреждения образования по всей стране прошли приемку, в том числе и в Новополоске. Как раз готовный школ, укомплектованный с педагогическими кадрами, организация образовательного процесса с учетом эпидемиологической ситуации стали главными вопросами минувшей недели. Позиции сдавать нельзя, ведь по итогам 2019 года профильным министерством Беларуси система образования Витебщины признана лучшей в стране. На протяжении последних 4-5 лет системно работаем над укреплением материально-технической базы. Начинали мы с укрепления парка школьных автобусов и практически на 58% сейчас это новые автобусы в наших школах, которые работают на подвозе детей, которые проживают в сельских населенных пунктах. Второе направление это укрепление материально-технической базы пищеблоков, потому что качественно организованное питание это одна из слагающих здоровья детей. Поэтому мы закупили технологическое, холодильное оборудование, посуду, инвентарь, мебель для учреждений образования. И сегодня вот пищеблоки, обеденные залы в наших учреждениях образования несовременные, эстетично оформленные. А еще развитие дополнительного образования, укрепление спортивной базы школ, материально-техническое оснащение учебных кабинетов. С 2013 по 2020 год, то за эти годы мы приобрели 4 кабинета физики, 3 кабинета химии, мы приобрели 35 сенсорных интерактивных досок. Только в текущем году, в 2020 году, приобретен был один компьютерный класс учреждения общего среднего образования и 28 интерактивных досок. На сегодняшний день все паспорта готовности подписаны. 1 сентября за парты школ на Витебщине сядут 112 тысяч школьников, из них 12,5 тысяч – первоклассники. Создать праздник для каждого ребенка. Широкомасштабная кампания по подготовке детей к новому учебному году в преддверии 1 сентября развернулась по всей стране. К ней активно подключились гор и райисполкомы, общественные объединения, профсоюзы, предприятия и организации. Цель одна – каждый ребенок, вне зависимости от дохода семьи и ее социального статуса, должен отправиться в школу с хорошим настроением. Ежегодно в масштабную благотворительную кампанию по подготовке детей к школе включается Белорусский республиканский союз молодежи. Волонтеры организуют сбор канцелярских принадлежностей, подключают предприятия, организации, учреждения города. Сбором канцелярки занимаются также и профсоюзы – Белая Русь, Белорусский фонд мира и Красный крест. Администрация города с подарками к новому учебному году адресно посещает многодетные семьи. Особое внимание не только многодетным, но и семьям, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим детей с ограниченными возможностями приемных детей. Всего в списке нынешнего года 46 адресов. Сегодня мы тоже поздравляем именно такие семьи, помогаем им собраться в школу, собрать своих детишек в школу, чтобы дети в школу шли с хорошим настроением, чтобы они ни в чем не нуждались. Помогаем им, собираем и канцелярские товары, дарим сладкие подарки, для того, чтобы у ребят, конечно, было праздничное настроение. И они чувствовали, что их судьба, конечно же, не безразлична. И я очень рад, что к этой акции, ну, каждый раз подключается все больше и больше и организаций, и просто неравнодушных людей. В преддверии нового учебного года равнодушным к вопросу подготовки детей не остался никто. Предприятиями и организациями города была оказана помощь более чем на 70 тысяч рублей. В 2021-2025 годах в Беларуси планируется построить более 21 миллиона квадратных метров жилья, сообщило Белорусское телеграфное агентство. В новой пятилетке жилищное строительство остается, как и прежде, одним из приоритетов социальной политики государства. Так, в ближайшие пять лет в стране планируется построить более 21 миллиона квадратных метров жилья с ежегодным ростом объемов ввода. Особый акцент будет сделан поэтапное увеличение доли строительства арендного жилья и жилья с использованием электрической энергии для отопления, нырячего водоснабжения и приготовления пищи. Объемы строительства арендного жилья планируется увеличить с 250 тысяч квадратных метров в 2021 году до 350 тысяч квадратных метров в 2025. Кроме того, в следующей пятилетке планируется построить более 4 миллионов квадратных метров многоквартирных электродомов. На особом контроле строительство жилья до многодетных семей. За январь и июнь текущего года в эксплуатацию введено 4857 квартир для этой категории граждан. Направление на улучшение жилищных условий получили более 9 тысяч таких семей. В 2021 году улучшить свои жилищные условия смогут 10,5 тысяч многодетных семей. За 7 месяцев 2020 года в свободной экономической зоне Витебска регистрировано 5 новых резидентов, в том числе 4 с участием иностранного капитала, сообщают в администрации свободной экономической зоны. Сразу 2 резидента будут реализовывать проекты в Полоцком регионе. Это выпуск средства защиты на основе стеклотканей и ударопрочного пластика АБС, а также инвестиционный проект в сфере малотенажной химии. Напомним, в качестве резидентов свободной экономической зоны Витебска регистрировано и новополоское предприятие «Измеритель». Несмотря на непростые эпидемиологические условия, за первое полугодие нынешнего года резиденты свободной экономической зоны получили прибыль в размере почти 36 миллионов рублей. Количество убыточных организаций снизилось вдвое. Сохраняется положительная динамика по росту объемов производства продукции. По этому показателю СЭС Витебск занимает первое место среди белорусских свободных экономических зон. В эти дни в Беларуси призывная кампания в активной фазе. В ноябре новобранцы будут направлены для прохождения срочной службы, вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси. В августе-ноябре 2020 года предзовут мужчин, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Работа призывных комиссий уже началась. Призывники проходят медицинскую комиссию. Исходя из того, что на медицинское свидетельство к нам мы вызываем порядка 300 молодых людей, граждан нашей республики. Исходя из опыта прошлых годов, порядка 40-50% будет только годных. Это порядка 100-150 человек. Это основная, конечно, причина по состоянию здоровья. Это по семейному положению. Для продолжения образования также предоставляются отсрочки. Вот это вот и есть основные. Задача военных комиссариатов остается неизменной. Укомплектовать силовые структуры и выполнить задачу по подготовке молодых людей к защите своей родины. Молодые люди будут призваны в вооруженные силы, внутренние войска, а также в пограничный комитет и комитет госбезопасности. Выполнение указа президента, подписанного в августе этого года, позволит обеспечить потребности войск и воинских формирований военнослужащих, срочные службы и службы в резерве. Что ж, такими событиями была насыщена прошедшая неделя. Следите за новостями на ютуб-канале нашей телерадиокомпании, в наших аккаунтах в социальных сетях. Информационный обзор нынешней недели смотрите в следующий понедельник. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире телеканала «Звезда». Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000.